так приветствую друзьям вижу нас мой участников уже 126 я думаю с пользой проведем пока ждем остальных потому что зарегистрировал с довольно таки много хотел бы познакомиться с вами поближе вижу вас много и узнать где вы из откуда с какого города чтобы понять географию сегодняшнего нашего вебинара чем не интересно всегда впечатляет это всех участников почему потому что со всего мира ребята и это меня позитивно настраивает что не только вокруг меня все происходит здесь киеве еще и оказывается тут чикаго нью-йорк днепр россия орландо американцы вы меня сюда радуете в америке сейчас раннее утро они только позавтракали я не уже с нами молодцы ребята кишинев ереван еще раз америка лондон есть у нас сегодня сочи россия нимбо китай даже китай вот китай отдельная андрею левкину респект потому что насколько я знаю в китае сейчас уже глубокая ночь да давайте проверим теперь я вижу если всем не отвечают значит слышно и видно меня если кому-то не видно не слышно отключите на своем компьютере все что может тянуть интернет и и перезайдите потому что такое случается иногда применчуг юрий земляк я родом из кременчуга рад видеть земляков ребята из армении бравары украина лос-анджелес вообще круто канада ребята ну блин вы меня на самом деле очень сильно настраиваете позитивно проводить подобные вебинары дальше и дальше потому что количество географии мы видим очень обширная европа и америка и россия украина всегда тут рядом со мной это нормально но на самом деле это лишний раз подтверждает что тема амазона стала настолько популярной что она охватила уже весь мир и с каждым месяцем с каждым годом становится более актуально для amazon для предпринимателей всего мира почему мы сегодня будем разговаривать нас уже почти 150 человек поэтому предлагаю начинать что касается того что будет ли в записи предупреждаю этот вопрос да мы постараемся записать сегодняшний вебинар чтобы те кто по той или иной причине не смогли посмотреть смогли его посмотреть позже когда будет время но на самом деле я говорил и буду говорить что максимальная польза от любого вебинара или мастер-класса это когда человек находится онлайн имеет возможность задать вопросы спикеру ну что это превращается уже воркшоп и ты можешь конкретно работать с тем вопросом который беспокоит тебя понимание более понятно когда же в записи ты уже ничего ни у кого спросить не сможешь польза совершенно другая итак мы познакомились с вами перед перед тем как я начну скажу что всегда в чате вас будет преследовать модератор познакомьте с ним слабо денек назар помимо всего прочего что он модерить сегодняшний чат это мой партнер эксперт amazon amazon предприниматель который в принципе может параллельно если у вас какие-то вопросы будут вы будете в чате задавать во время вебинара он будет на них отвечать те вопросы которые он посчитает нужным чтобы ответил я лично будет собирать отдельно для меня и в конце мероприятия чтобы не отвлекаться в процессе я отвечу обязательно на те вопросы которые вы задаете по всем вебинарам и по всем мероприятиям онлайне которые провожу мне всего лишь три правила первое задавайте вопросы если вы хотите слышать ответы это очевидно то есть если что-то непонятно то совершенно очевидно что понять чтобы это нужно задать вопрос второе самое главное мероприятие это активность если вы не активны ничего не интересуется не спрашивать и вообще не проявлять никакой активности совершенно такой же результат 3 пессимисты я всегда говорил что на моих мероприятиях нет места пессимизму потому что я позитивно настроен на человек и хочу заниматься и общаться с людьми чтобы меня окружали только оптимисты всех тут пессимистически настроен к теме вообще амазона теме создания бизнеса в сша можете прямо сейчас выйти это явно не для вас почему объясню потому что всегда люди делятся на оптимистов и пессимистов по опыту уже на работ больше года я преподаю тему амазона именно пессимисты сливаются первыми и даже не доходят до конца обучения плюс сразу предупреждаю все возможные какие-то либо вопросы в плане того что вы будете использовать негатив любой в чате он будет сразу же безжалостно пресекаться удалением человека с мероприятия я вас предупреждаю сразу мне нужно чтобы со мной были люди только те которым вообще интересно то о чем я говорю те кто готовы двигаться дальше остальные попытки даже в плане того чтобы прорекламировать что-то зацепить кого-то будет сразу же пресекаться двигаемся дальше я всегда начинаю мероприятия подобные как сегодня с того чтобы понять и дать вам понимание зачем вам эта тема нужна я всегда ставлю себя на ваше место потому что более трех лет назад наверно три с половиной года назад я был также как и вы с другой стороны чата и слушал вот подобный вебинар про эту тему и пытался принять для себя решение как жить дальше то есть передо мной стоял выбор либо врываться опять наемным менеджером какой-то бизнес а я уже с 2004 года на руководящих должностях в разных сферах бизнеса либо же все-таки начинать строить что-то уже сто процентов свое и желательно защитить себя от вот этих вот нестабильности финансовых особенно в наших странах снг все помнят кризис 2008 все видят за последние годы как стремительно изменяется курс доллара поэтому для себя я ставил одну задачу мне нужно если я буду заниматься бизнесом бизнес который будет приносить мне доход в долларах чтобы я был защищен устал я до терять деньги на разницах курсов устал рисковать когда на складе у тебя куча товарных позиций они привязаны к ценам гривне я думаю многие свою ситуацию то узнают многие прошли через кризис и терять деньги годы своей жизни из-за того что государство не может удерживать этот курс так я пришел к теме амазона потому что на самом деле amazon дает ответ на первый вопрос это финансовая защищенность все доходы которые мы получаем на музоне мы получаем долларах но успех на самом деле у каждого свой свой критерий достижения результата зачем мне это нужно многие из вас допускают ошибку на старте я хочу дополнительный доход на самом деле вынужден вас разочаровать если лет пять назад amazon еще можно было построить как дополнительный доход на сегодняшний день это цель и успех выражены просто в деньгах я хочу зарабатывать какой-то день это конечно хорошо но это не есть целью которой мы будем стремиться поэтому каждый из вас должен ответить для себя на вопрос что для меня станет показателем успешности если я приму решение заниматься этой темой моя ли эта тема вообще далее будем двигаться по теме вебинар почему я придумал такую тему сегодняшнего вебинара потому что я ненавижу зиму я стремлюсь всегда зимой где-то в теплых краях отсидеться потому что депрессия или ее признаки у каждого проявляются я думаю многих именно в холодное время теплое же время суток я максимальной активности достигаю как видите летом я решил наваливать вебинары общаться с вами потому что вот я достиг максимальной активности плюс на улице жара у меня есть возможность сидеть в кабинете под кондиционером чувствовать себя комфортно и рассказать вам о той перспективе которую открыла для меня амазон я поделюсь обе одной цифры я сделал срез такой короткий с момента начала бизнеса на амазоне это произошло в 2016 году я более 200 дней супругой бы провели за пределами нашей страны в путешествиях то есть можно грубо сложить три года до 1000 дней одну пятую мы уже проводим за рубежом для многих это есть недостижимая такая черта мечты да потому что классический классический бизнесмен или классический наемный менеджер ну максимум два раза в году позволяет себе по неделе по две где-то отдохнуть я же стремлюсь доведу донести до вас ту тему что amazon это удаленный бизнес он дает возможность со временем делегировать многие процессы и посвятить себе наконец-то любимому свою жизнь зарабатывать долларах путешествовать получать удовольствие от жизни боли мне зашло потому что мы месяц супругой прошлом году зимой провели на бале это уникальный красивейший остров причем мы были и в горах и на побережье везде по-разному и поэтому вот я решил болит в комментариях к моему там посту писали что можно заменить на карибы можно заменить на таиланд здесь на самом деле боли это как просто фишка да то есть мне зашло боль очень круто у каждого есть своя фишка где ему кайфовать где по жизни классно отдыхать замените слова боли на картинке на другие картинки и представьте себе куда вы хотите двигаться да вот евгений комментирует там да в комментах я увидел что не встретились мы в париже да то есть я уже два раза в приживом году был очень классный город очень мотивировал погнали что будет сегодня на вебинаре на вебинаре мы уже познакомились я расскажу вам вкратце постараюсь меньше всего время на это тратить что такое amazon потому что для многих уже это понятно плюс эта информация очень много в сети не хочу на немного останавливаться дальше я хочу рассказать по шагам как выглядит запуск полноценного бизнеса на амазоне и сегодня я хочу презентовать свой новый двудневный интенсив которого в принципе подобного ничего еще не было до сегодняшнего дня и хотелось бы чтобы каждый из вас и посвятил этот час полтора времени для того чтобы увидеть ту возможность которую свое время увидел я так у нас есть какая-то техническая проблема я вижу презентация не загрузилась это плохо тем не менее буду двигаться по шагам открою себя с телефона а презентацию не переживайте каждый получит в рассылки почему-то слетела сейчас ребята полиция поправит этот вопрос я думаю перри заливать будет но я не хочу останавливаться на этом будем двигаться без презентации важно чтобы я вам это рассказал также хочу сказать что сегодня для всех участников я планирую провести провести даже не провести озвучить бонус сто процентов все участники получат от меня бонус об этом я скажу позже и так какие какие 10 я выделил основных шагов для того чтобы принять решение для себя и понять что такое бизнес на amazon первым шагом я для себя считаю что нужно для себя уяснить что amazon все таки это бизнес это не кнопка бабло я не буду вам обещать золотых гор бизнес на амазоне это внимание к нему как любому бизнесу и нужно обязательно заниматься я честно скажу я херячил где-то полтора года для того чтобы достигнуть результата что где-то 50 70 процентов функций было делегировано я почувствовал себя уже намного свободнее активно начал путешествовать хотя при этом до этого эти полтора года тоже уже хорошо и много отдыхал но тем не менее вы должны понимать что amazon потребует ваше внимание особенно первые 3-4 месяца запуск любого продукта на амазоне требует внимание дальше вторым шагом будет поиск товара и анализ ниши как найти тот товар который будет хорошо продаваться будет генерить нам прибыль и как вообще строить линейки продуктов чтобы развивать наш бизнес стремительно бороться с конкуренцией либо с ее отсутствием и на самом деле достигать тех целей которые мы поставили третий шаг в бизнесе это производство товара я расскажу вам как и где можно их производить свои товары под своим брендом четвертый доставка то есть как мы из разных стран можем доставлять на amazon насколько это легко хочу вам донести потому что для многих вопрос доставки таможни пугают здесь все намного проще это есть свои нюансы далее мы правит проговорим что нужно для того чтобы создать продающую страницу вашего продукта на амазоне как и где быстро набирать отзывы расскажу про рекламу на амазоне которая встроена в амазон и которая помогает нам с самого начала запуска уже начинать продавать и зарабатывать проговорим немного про внешний трафик про другие инструменты рекламы которые ускоряют движение на амазоне и в конце коротко о построении бренда и о построении команды нашей мечты которая позволит нам наконец-то стать независимым и так двигаемся дальше о себе я не люблю рассказывать почитайте потом презентацию уже подтянули слайды коротко я прописал для вас не хочу на этом сейчас останавливаться что такое amazon для тех кто ребят которые вообще первые об этом слышат и на самом деле больше хочется рассказать о том что амазон стремительно растет график этот четко показывает 30 процентов минимум год амазон вырастает за последний год практически 40 и останавливаться я смотрю он не собирается сервисы растут расширяется география амазон представлен уже более чем 12 странах и продолжает расширяться сегодня разговор будет идти об американском амазоне потому что в моем понимании американский амазон самый денежный там америка богатая страна в ней больше всего сосредоточено денег небогатые покупатели достаток в америке на порядок выше чем во многих странах ну и это доллары до которых мы так стремимся заработать какие существуют на сегодняшний день самые распространенные модели заработка на амазоне первая модель это дропшиппинг купе где-то продай на амазоне либо купи на амазоне продай где-то я никогда не считал это бизнесом я считаю это отличная возможность для ребят студентов которые только-только вот заканчивать институт или начинают у них есть в кармане 200 баксов и они начинают что-то там играться я не обижайтесь на меня всегда дропшиппинг называл творческим анонизма почему потому что в моем наверно возрасте когда прошел уже шесть бизнесов дату уже дропшиппингом бизнеса я не могу следующая модель популярна на сегодня это онлайн арбитраж простым языком мелко оптовая торговля если коротко мы находим поставщиков производителей в америке и малыми партиями выводим на амазон из-за них боремся да то есть налаживаем какие-то продажи чем больше таких поставщиков тем больше страниц продуктов чем больше страниц продуктов тем больше денег это уже онлайн арбитраж ближе к бизнесу в моем понимании но к сожалению есть свои там тоже сложности все возможно на самом деле в любой из представленных мною моделей можно зарабатывать но в плане онлайн арбитража я почему-то для себя сделал вывод что если я буду заниматься арбитражом это когда я перееду в сша получу реселлер сертификат открою компанию или над уже созданную компанию получу этот сертификат смогу выезжать на переговоры с американскими производителями договариваться о лучших условиях и официально представлять их интересы вот в моем понимании так хотя многие ребята но на сегодняшний день довольно успешно и в онлайн арбитража третий тип тип бизнеса книжный больше для творческих людей которые любят все что связано с написанием с дизайном можно генерить онлайн книги создавать их определенное количество и стремиться на этом зарабатывать но это очень небольшие деньги нужно быть к этому готовы это больше как длинный хвост пассивного дохода при этом его можно автоматизировать набрать дизайнеров набрать писателей которые по главам будут писать популярные научно-популярные книги на амазоне и какой-то из них может быть выстрелить станет бестселлером вы сможете его развить в линейку каких-то выпусков и зарабатывать довольно неплохо сегодня больше буду говорить о том бизнесе которым занимаюсь я это правил от лейбл продажа товаров на амазоне под собственной торговой маркой произведенная под себя то есть для меня это полноценный бизнес который можно в тех или иных моментах контролировать и достигать успеха а именно создать свой международный бренд и так сегодня правил от лейбл перед тем как рассказать подробно о каждом шаге я хочу вам рассказать о основной системе которая позволила нам вообще дала это окно возможности зарабатывать на амазоне а это именно программа FB Fulfillment by Amazon которая позволяет за деньги обеспечить себе беспроблемный вход на амазон не думая о хранении и не думая об обслуживании заказов клиентов по сути те кто сталкивались с онлайн бизнесом с интернет магазинами знают какой-то геморрой хранение отправка почта обслуживание каждого клиента возвраты и так далее и так далее на сегодняшний день амазон закрыл этот вопрос за небольшие деньги там сумма хранения всегда опирается к габаритам и весу вашего продукта амазон на своих складах размещает нашу продукцию и за 15 процентов от каждого платежа обслуживает наших клиентов эти все затраты мы закладываем в себестоимость при поиске товара и подбираем товар который способен покрыть эти затраты еще и заработать поэтому уникальная ситуация тот кто никогда не сталкивался со схранением с отгрузками с обслуживанием клиентам получает возможность на начальном этапе вообще об этом не думать за это это за нас делает амазон далее дополнительные фишки amazon seller central специальная платформа для продавцов которая в принципе дает вам на массу отчетов по всем действиям которые происходят у нас в аккаунте по всем платежам по всем покупкам которые совершили то есть полная полная платформа для анализа все весь документооборот с amazon построен на электронной основе все отчеты есть seller central как плюшка amazon иногда крайне редко но бывает теряет грузы или не может их найти на своих огромных складах в течение 30 дней мы претензию предъявляем и он возмещает нам полную стоимость заработаны на амазоне деньги amazon на начальном этапе удерживает холд так называемый 30-40 процентов от суммы заработанных пока мы начинающий продавец на случай если будет возврата много у вас товар некачественный он конечно придержит эти деньги и каждые 12-15 дней остальные деньги отправляют со временем когда продажи улучшаются двигаемся и холд снимается постепенно и в полная сумма уже каждые 12-15 дней поступает на наш счет на какой счет спросите вы есть платежная система международной пайонер который позволяет нам создать расчетный счет онлайн и который привязывается к аккаунту на амазоне и на него происходит отчисление также к пайнеру мы можем привязать физическую карту нашей стране и на нее выводить какие-то деньги идем дальше преимущество private label первое что мне всегда нравилось это мы сами производим и сами контролируем качество независимо от того в какой стране всегда можно найти за недорого представителя который будет за вас по вашим критериям контролировать качество все таки товар к это ощутимый осязаемый результат вашего труда то есть вы создаете свой собственный продукт вы можете его получить домой пощупать улучшить и так далее и так далее и так далее сами создаем информацию можно работать улучшать то есть мы влияем также мы влияем на качестве сервис и сможем создавать лояльную аудиторию покупателей это уже сообщество до которые будут поклонники нашего будущего бренда и работать в маркетинге в этом направлении развитие бренда это очень увлекательный процесс я стал честно вам скажу мало того что амазон зависимым человеком то есть боль кроме амазона плохо чем-то получается заниматься просто это увлекательно на самом деле на определенном этапе ты уже без этого не может жить во вторых саморазвитие ощущение того чувства что ты создаешь международные бренды в разных странах продаешь и это еще ежедневно отражается в плюсовом балансе твоего счета это круто мы можем регулировать нас влиять на стратегию развития бизнеса и принимать решение о географии на сегодняшний день я принял решение пока торговать только в сша и канаде потому что в европы это отдельный бизнес и на него нужно делать затачивать отдельную команду поэтому пока только сша и в принципе этого меня за глаза хватает потому что рынок огромный как я и говорил раньше бизнес генерит валюту плюс если правильно построить бизнес на амазоне еще можно и привлекать инвестиции в американских банках за небольшой процент я думаю для многих ребят проживающих в снг процент три с половиной четыре процента годовых это вообще недосяжимая цифра но в америке это абсолютная норма дальше для тех кто подумывает о том чтобы мигрировать сша через amazon уже есть несколько кейсов ребятах правильно построили схему оформляют компанию сша и склады небольшие делают людей нанимают и постепенно заворачивать на под получение грин карта все это тонкости не сегодня об этом мы будем говорить ну и самая мотивашка это можно завернуть бренд под продажу на сегодняшний день я запустил несколько брендов вот в течение года добавляю продукты с расчетом в следующем году хоть один но продать завершить кейс полный от начала создания до полной продажи бренда под ключ конечно же в дальнейшем я буду об этом сообщать и говорить об успехах итак поиск товара шаг номер два многие сейчас запускают негатив сети выбор товара не главное конкуренция на амазоне такая жесткая что товар найти невозможно мастер-класс я проводил в марте и в онлайне показал как я нахожу товар который достоин вниманию и потенциально будет приносить хорошие деньги я доказал что это возможно в течение двух часов ну исходя из моего опыта конечно то есть онлайн я показал этот продукт ребятам и на наглядном мастер-классе показывал как его можно выводить на рынок соответственно лишний раз подтверждается что все слухи о том что поздно это глупость 7 миллионов страниц продуктов на амазоне на сегодняшний день это по данным начала года поверьте мне можно найти и нишу и товар в абсолютно любой категории все упираться будет в определенное ограничение есть ниши которых можно зайти легко и просто без проблем есть ниши которые есть определенное ограничение требует дополнительных сертификатов каких-то многие пугаются слово сертификат но я вас вынужден успокоить что зачастую 70-80 процентов например китайских фабрик эти сертификаты достаточно там пройти период адаптации и доказать амазону что это относится к вашему продукту зачастую это решается одним письмом от производителя прошу прощения за время того времени которое я торгую на амазоне я разработал свою простую модель которая является фундаментом для поиска товара параллельно эта модель включать себя анализ ниши на конкурентность и недопускание запусков тяжелых трудно победимых так называемость нагруженных нишах там где конкуренция очень высокая и на сегодняшний день ниши такие есть главное правильно их искать эту систему модель я разработал ребята которые были на мастер-классе ее получили и в дальнейшем о ней еще много будет разговоров и вебинаров основой поиска товара это проресерчить такое название research поиск отбор как можно больше подобных товаров которые классические по модели попадают как благоприятные для запуска и отобрать три лучших три лучших по модельно и принять для себя решение из этих трех какой бренд я могу строить какую линейку продуктов я могу развивать то есть подумать потом достаточно отобрать один товар для запуска и начинать двигаться вперед далее идет работа мы заказываем ищем производителя заказываем образцы улучшаем товар если мы видим как это сделать обычно мы это делаем первично на основе негативных отзывов конкурентов смотрим где они не дорабатывают и стараемся уже при согласовании своего первого производственного образца устранить эти проблемы либо улучшить продукт получаем утверждаем производственный образец и запускаем первую партию производства скажите звучит все так легко на самом деле геморрой вы знаете на сегодняшний день для меня вот этот вопрос работы с китаем производим произвожу в основном в китае все продукты менее всего вызывает проблем почему потому что все уже сложилось в определенный алгоритм я прошу прощения за кашель приболел немного выздоравливаем не хотел переносить дату итак где искать как те товары производителей в основном мы все делаем в интернете либо через посещение международных выставок причем оговорюсь посещение международных выставок я не считаю обязательно хотя я ездил через интернет вполне все под ключ удаленно делается итак где производить у всех вопрос рассмотрим все варианты которые на сегодняшний день есть первый рекомендованный мной для сама первого запуска это китай все таки потому что огромное количество фабрик огромное количество продуктов и если все правильное сделать то это довольно таки легко заворачивается далее логистика да из китая логистика это вообще является на сегодняшний день просто практически все автоматически главное подобрать правильного перевозчика с амазоном многие фабрики уже работают китайские проблем с доставками практически нет также контролем качества потому что в китае уже очень широко развита услуга инспекции партий инспекции производств которые снимают с нас эти проблемы какие страны еще можно рассматривать производителей тайланд пакистан индия япония эти страны славятся лучшим качеством чем в китае но испытывают определенные сложности с логистикой на амазон зачастую это связано с тем что отправить из этих стран можно только контейнерной нормы а с китая до 100 килограмм вперед теперь страны украины россия страны снг на сегодняшний день многие ребята уже продают продукты произведенные в наших странах а логистика с каждым годом улучшается потому что некоторые ребята амазонщики уже запустили полноценные сервисы логистики в сша на amazon например у нас есть несколько партнеров которые за три-четыре дня уже самолетом доставляют по цене укрпочты на amazon продукты любой объем вторая же компания отладила из одессы контейнерами отправки сборные контейнеры то есть пять семь десять двадцать заказчиков один контейнер по чуть-чуть забросили и поплывал дешевле но дольше логистика у вас будет выбор как доставлять самолетом либо морем и так же как и в авиаперевозке и в морской перевозке срок разный и цена разная важно на самом начальном этапе правильно подобрать себе партнера перевозчика в дальнейшем это вам позволит избежать кучи проблем я приношу прощения срываю голос не выдержу боюсь не договорю сегодня постараюсь партию передает китайская фабрика либо производитель перевозчику дальше перевозчик решает за нас все проблемы и доставляет до склада важно с самого начала договориться с перевозчиком чтобы никаких скрытых платежей не было проговорить что стоимость доставки считается завершенной если услуга выполнена от склада производителя до склада амазона включает в себя все стоимости фрактов пикапов доставок а также растаможка и затаможка все 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 без исключения платежей цифра которую вам озвучит перевозчик должна содержать включение всех этих платежей дальше амазон принимает на склад свой хранение по программе как я и говорил и все в течение первых там 14-13 дней мы видим уже товар на у нас селлер централе в нашей платформе и начинаем заниматься продаж дальше как сделать продающую страницу то есть это отдельная тема этому я посвящаю целый модуль в системе обучения но важно понимать определенные вещи что эра просто фотка и просто текст уже не работает амазон не исключен очень важно учитывать эти моменты и очень важно делать все качественно прошу сейчас очень распространенно 3d модели или очень качественные фотографии далее все текста должны быть оптимизированы под ключевые запросы которые соответствуют нашему продукту а именно чтобы эти ключевые запросы соответствовали нашу продукту и продавали его все запросы которые забивают покупатели на амазоне с помощью специальных сервисов мы выкачиваем анализируем очищаем находим те которые соответствуют нашему продукту и создаем своего типа ядро ключевых запросов которые потом используем для оптимизации заголовков текстовых описаний тем самым это очень напоминает ранжирование в гугле по ключевому запросу тексты оптимизируются научиться этому можно не сложно как я считаю главное разобраться в сути ну и заполняем все поля листинга листинг это страница нашего продукта называется так на амазоне соответственно главное все максимально заполнить и дать хороший контент что такое хороший контент нужно провести анализ конкурентов кто будет с тобой конкурировать и моя рекомендация такая сделать по крайней мере не хуже чем у них а стремиться к лучше отзывы больная тема для многих амазонщиков почему потому что вот уже год прошел с того момента как амазон очень жестоко почистил все отзывы у многих продавцов на амазоне многие не выдержали этого стресса когда год-два торгуешь и тебе амазон удаляет все отзывы но чего тут уже оправдываться все мы были горешны и использовали нечестные серые способы получения отзывов потому что на сегодняшнем на сегодняшний день отзывы на амазоне это один из важных этапов для стартов и в дальнейшем для наращивания лояльности покупателей к вашему продукту я использую несколько самых простых способов получения отзывов первый способ называется нетворкинг наше все мы все имеем аккаунты в фейсбуке инстаграме у нас есть там близкие друзья знакомы если у вас в результате анализа появится 5-10 человек которые способны вам помочь на начальном этапе отдайте им бесплатно ваш продукт за то что они напишут вам отзывы единственная оговорка что ваши эти люди вы уточнить должны иметь prime аккаунт на амазоне чтобы отзывы которые они напишут были верифицированы если они не имеют никакого аккаунта прайма на амазоне то соответственно их отзывы будут не верифицированы и не будут влиять на рейтинг а нам важно чтобы влиять следующее по отзывам в помощь нам придумал amazon есть внутренняя программа амазона называется на early review program согласно которой мы соглашаемся отдать бесплатно и доплатить пять пятьдесят долларов или шестьдесят за пять отзывов которые в течение там месяца двух от ревьюеров амазона зайдет к нам этот способ нужно использовать только тогда когда ваши знакомые кому вы раздали подтвердили что ваш товар действительно качественный все хорошо тогда у вас меньше рисков получить от ревьюеров амазона нам нужны только позитивные дальше существует ряд способов серых обеленных которые позволяют нам получать отзывы быстро медленно о всех них сейчас рассказывать очень сложно почему потому что они требуют разной степени участия внимание и денег но тем не менее в рамках интенсива я раскрываю этот вопрос далее переходим к рекламным инструментом на сегодняшний день на амазоне существует мощная система которая называется пиписи среди наших амазонщиков которые работают по принципу как и в гугле пейпер клик оплата за клики существует два типа компаний автоматическим таргетингом когда амазон сам принимает решение где показывать нашу рекламу либо мануальная реклама когда мы назначаем ключевые слова по которым мы хотим показываться дополнительно внутри амазона есть сервисы генерации скидочных купонов которые можем потом в дальнейшем использовать в нашем маркетинге так называемые молнии амазона Lighting Deals которые позволяют в определенное время со скидкой сбрасывать довольно таки серьезные объемы нашего товара с целью резко улучшить рейтинг и позиции по нашему товару также мы можем выкачивать с амазона списке базу покупателей которая дает нам как минимум фамилию имя и физический адрес покупателя а в дальнейшем с помощью уже существующим на сегодняшний день бесплатных либо недорогих сервисов в Америке собирать информацию о каждом покупателе и создавать свою базу база покупателей при современных технологиях дает нам широкие возможности например упомяну такой сервис как например смс-рассылка в США очень крутые сервисы с помощью доступа к бесплатным сервисам сбора данных покупателей номер телефона без проблем особых рассылается смс-рассылка 90% открытия если этот покупатель у вас что-то покупал и он доволен вашим продуктом то вполне реально предложить ему акцию и он купит что-то кому-то на подарок либо вы запускаете уже второй продукт предложить ему скидку тем самым решить вопрос раскачки быстрой следующего продукта но это уже опыт также очень важны другие источники трафика я не буду скрывать с каждым годом Amazon становится все сложнее и конкуренция нарастает поэтому в этом году очень активно и актуально становится тема получения трафика на Amazon с других источников рекламы что здесь может быть классические все способы трафика получения трафика реклама на гугле реклама в фейсбуке работа с блогерами работа с youtube блогерами участие в каких-то обзорах на американских сервисах где сравнивают подобные продукты заказ статей которые будут рассказывать более подробно тематические статьи о нашем продукте и так далее и так далее все эти инструменты так или иначе имеют жизнь на ну право на жизнь в вашем маркетинге достаточно протестировать что сработает лучше для вашего продукта малыми бюджетами и двигаться вперед далее девятый шаг моя рекомендация всегда была одна не останавливаться на достигнутом один товар это не панацея это не решение ваших проблем и не вряд ли достигнете вот тех поставленных целей не останавливаться это значит от одного товара идти к бренду создавать линейки продуктов под одним брендом моя рекомендация такая на одном аккаунте 3-5 продуктов не больше почему потому что уязвимость аккаунта остается наш мир технологий и хакеры и воровство хакерами данных поэтому 3-5 продуктов и вы вполне можете уже искать первый когда товар продумывать какими другими товарами вы можете дополнять линейку продуктов причем так устроено если все правильно сделать запуском первого продукта то второй третий и четвертый дешевле и дешевле запускаться потому что аудитория ваших покупателей растет лояльность аудитории к бренду повышается если вы правильно работаете с маркетингом запуск второго продукта обходится в два раза дешевле чем первого а третьего еще дешевле поэтому этот процесс становится интересным в плане маржинальности потому что с уменьшением затрат мы больше зарабатываем второй процесс становится увлекательным потому что все лучше и лучше и мы работаем с каждым продуктом с большими знаниями и уже с учетом тех ошибок которых мы допустили зачастую при запуске второго продукта уже серьезно относимся к бренду начинаем расширяться нанимать людей помощников но к этому моменту уже раньше это нужно сделать поэтому построение команды своей мечты это наверное один из главных этапов когда вы приняли решение связать свою судьбу с амазоном потому что одному достаточно тяжело будет обслуживать уже больше одного продукта тем не менее варианты построения бренда основные этапы я всегда заключаю вот таких вот шесть пунктов волшебный сервис для покупателей что это значит построение вот этой той того обслуживания в переписке служба саппорта вашего бренда потому что на амазоне вам могут писать письма покупателя либо перед покупкой либо после и вот качество этого сервиса можно довести до чувства вау причем довольно таки легко если чувствовать своего покупателя быть лояльным абсолютно к любому то есть всегда будут существовать какие-то задроты которые нам будут мешать сшить которые будут считать что они только правы но вот правило что покупатель всегда прав оно для америки применимо на сто десять процентов не смотря ни на что не допускайте никакого негатива в адрес своего покупателя даже если он откровенно издевается над вами всегда позитив лояльность бесплатная замена это создает тот сервис который оценят остальные покупатели их гораздо больше чем вот этих ребят нехороших человек далее работа с лояльной аудиторией это покупателя мы можем работать по принципу которую озвучил Райан Моретт на своем выступлении на международном форуме Amazon принцип десять сто тысяч организуюсь сто пятьдесят процентов внимания к десяти покупателям они вам помогут собрать первые сто на них вы сосредоточите основной маркетинг остальная тысяча придет сама и укрепление бренда то есть брендирование брендинг маркетинг это все укрепление бренда но это позже но все равно без этого не обойтись если вы хотите построить международный бренд постоянный вывод на рынок новых продуктов когда вы достигли средних результатов по товару который уже есть для меня средний результат считаю я всегда и буду считать это тот момент когда вы почувствовали что потолок продаж уперлись больше не растет то есть все сделали пытались старались все инструменты испробовали вот продаем например пятьдесят штук в день и больше не растет все хорошо померили нишу с кем мы конкурировали у кого мы забрали продажи можем ли еще у кого-то забрать наверное не получается не тратим усилия начинаем работать над запуском второго обычно средняя ниша чем привлекательно что довольно таки ограниченный объем денег в нише соответственно больше какого-то потолка вы его сразу почувствуете вряд ли получится взять потому что там уже есть старые игроки опытные игроки вы просто может не дотягиваете у вас не хватает инструмент поэтому в мое мнение чем сливать на попытки безуспешные проще запустить по той же схеме как уже отработали на первой второй продукт в линейке тут удивительная вещь по опыту и по наблюдениям когда запускаешь второй продукт и он начинает хорошо продаваться первый начинает продаваться еще лучше как это работает я до сих пор не знаю но факт остается факт по-видимому это от анализа некоторыми покупателями storefront так называемого магазина на амазоне вашего они переходят смотрят что продуктов больше лояльность бренда повышается и покупательские функции увеличиваются у покупателей чаще покупают создав линейку создав линейку вам нужно будет принять решение как вы собираетесь двигаться дальше первое куда масштабироваться либо географически выходя на новые маркетплейсы амазона в разных странах либо же заворачивать продукт на продажу раскачать его максимально и продать его как законченную линейку либо создавать еще какой-то один аккаунт либо на этом аккаунте расширяться вертикально либо горизонтально линейку на расчете что такое горизонтально вертикально ну например удочки если мы решили заниматься удочками или мы учили задача которая уточка горизонтально может удилищу да будет правильно то есть ходит дополнительные другие модели удилища карповое удилище это горизонтальное масштабирование что какого вертикальне для рыбака мы понимаем покупателя что удилище покупать рыбак еще нужно. Садок, крючки, леска и так далее, и так далее. Понимаете, да? То есть все, что вокруг этого продукта уместно, это есть вертикальное масштабирование. Соответственно, каждый из вас примет решение, как двигаться дальше. Команда. Я вам привел пример своей команды, чтобы не рассказывать вам много. На одном из аккаунтов вот такая сформированная команда. Даже не на одном из аккаунтов, в одном из бизнесов с таким партнерством моим. 30 плюс товаров, 5 брендов, команда 11 человек. Из 11 человек 2, куратор 1, куратор 2, это я и мой партнер. Как вы видите, четко распределены обязанности. Каждый за все отвечает. За свою тему. То есть мой партнер отвечает за инвестиции, за закупку, контроль работы отдела саппорта в обслуживании. Я, моя ответственность это листинги, продажи, реклама, маркетинг и контроль за всеми исполнителями, которые задействованы. Теперь о сотрудниках. Как вообще построена команда? Помощник куратора. Работает удаленно. Это мой помощник, который занимается постоянным поиском новых продуктов для развития наших линей. Плюс параллельно занимается исключенными словами. Это вторая сфера ответственности. Финансист. Помимо того, что на сегодняшний день есть уже готовые онлайн решения финансов под Амазон. Мы по старинке уже опытные пригласили с прошлого бизнеса финансиста, и он удаленно делает нам отчет в том виде, который Амазон нам не может дать под нас. Но это необязательная функция. То есть, как я говорил, например, селлерборд, на сегодняшний день сервис, вполне закрывает вопрос полного понимания финансов, на каком свете ты на Амазон. Далее, под каждый бренд мы стараемся поставить менеджера проекта, который управляет командой на аутсорсе, занимается планированием, отслеживает логистику и работает с нами напрямую. На определенном этапе, когда у вас товаров уже довольно-таки много будет продаваться, вы подумаете о представителе в Китае. На начальном этапе это будет просто инспектор, который будет проверять вашей партии. В дальнейшем, скорее всего, вам понадобится уже представитель, которого без проблем русскоязычного с хорошим китайским можно нанять прямо в Китае. Что мы и сделали через полтора года бизнесом. Просто нашему инспектору, который у нас проверял, предложили работу на нас, на полную зарплату. И по сегодняшний день он работает. При этом ему не запрещено, если у него есть время, заниматься, подрабатывать еще инспекциями параллельно. Далее. Первым, что мы построили, это был саппорт. Потому что, когда продажи перевалили суммарно за 300 штук в день, понадобились люди, которые будут постоянно отвечать на письма, потому что это утомительно для владельца бизнеса. Мой партнер этим занимался лично, но на определенном этапе сдался и сказал, что только служба саппорта. Прописал им инструкции, работал первые полгода с ними довольно плотно. На сегодняшний день абсолютно самостоятельные единицы, которые самостоятельно ведут переписку с покупателем. СММ, куда же без него. СММ-менеджер, который можно нанять удаленно, необязательно его включать 100% в штат, который будет закрывать нам вопросы социал-маркетинга. Реклама. То же самое время. Либо обучить менеджера под Амазон внутри компании, что я и сделал. Мой же помощник-аккуратор, именно автоматические компании уже создает, проверяет. Либо отдать удаленно. Есть на сегодняшний день как минимум пару сервисов, которые рекламой занимаются удаленно. Но это не во всех продуктах выстреливает. Скорее всего, первое время все равно вы будете самостоятельно этим заниматься и все-таки учиться учиться рекламе с вами. Далее все работы, связанные с листингом. Фотографы, 3D-тексты, переводы, текста, дизайнеры. Это все удаленные функции. Это все решается нетворкингом, закрывается. Тем более, если вы состоите в сообществах в Facebook, в Facebook, в частности, Amazon предпринимателей, достаточно написать запрос «Посоветуйте кого-то», и вам навалят кучу предложений. Собирайте статистику по поиску в группе, какие упоминания об этом исполнителе были, и принимайте решение. Не проблема. Так же самое, в принципе, происходит и с логистикой. То есть вам рекомендуют готовые проверенные компании, вам только собрать отзывы и принять для себя решение. Ну и последний человек нашей компании, это необязательная функция, но мы его взяли, водитель на своем автомобиле, который закрывает все-все-все вопросы, курьерские, в том числе функции, которые отвлекают нас от основного бизнеса. Как вы видите, к этой команде мы пришли за три года. Довольно-таки легкоуправляемая, как видите, нам не нужен офис, абсолютно не нужен. Если нам нужно встретиться с теми или иными ребятами, мы назначаем просто встречу в каворкинге, почасово снимаем удобный для нас space, офис. Киви – это довольно распространенное. Все прекрасно. При этом, если собственник не хочет совершенно работать с таким количеством людей, управлять этой командой, все это решается, опять же, менеджером проекта, опытным зачастую амазонщиком, которого вы либо вырастите в своей компании, либо найдете на партнерских основах себе в команду. И он будет заниматься всеми процессами, вы будете работать только с одним человеком, с руководителем проекта. По этой схеме я работаю с несколькими инвесторами, партнерами моими на сегодняшний день, которые ворвались уже на пике моей популярности с предложениями крупных сумм денег. Но у нас жестко было поставлено такое условие, что да, я соглашаюсь на этот проект, но только в том случае, если мы берем в команду под каждый проект менеджера, и он формирует минимальное количество людей, которые ему нужны. То есть мы, как в данном случае владельцы бизнеса или проекта, работаем только с менеджером проекта. Дальше он занимается все сам. Я сразу пред... восхищаю вопросы, которые часто сыпятся, и, наверное, сегодня уже, я не обращаю внимания, на чат задавали, сколько зарабатывает коршун и вообще, сколько можно зарабатывать. Ребят, только ленивый не погуглил, кто такой коршун, и не собрал информацию, сколько он зарабатывает. Но, тем не менее, я всегда стараюсь выложить какой-то скриншот, чтобы вам показывать, сколько вообще в принципе возможно. На этом слайде два скриншота. Первый справа. Это показатели на одном из наших аккаунтов. То есть 200 тысяч оборотов по одному из самых старых аккаунтов мы удерживаем. Там пять продуктов с многими вариациями. Как вы видите, довольно-таки мощный уже такой аккаунт. Его мы продавать не собираемся, потому что с самого начала он на физлице был сделать. Мы не хотим это продавать. Этот аккаунт служит для нас генератором денег. То есть он генерирует деньги, которые мы сразу же реинвестируем в другие проекты и, собственно, тратим. Слева я вам добавил самый свежий скриншот из последнего аккаунта. Это самый свежий проект, который я с инвестором запустил. Это результат на слайде. Продукт запущен в середине ноября прошлого года. Вот на сегодняшний день за шесть месяцев. Это один продукт с пятью вариациями. Цветовыми, обычные, разные цвета просто. Вот мы 17 июня превысили оборот в 20 тысяч долларов и вышли на чистую прибыль свыше 5 тысяч долларов. Классический кейс специальный я вам положил, который ближе к вам, к старту, что вот за полгода в принципе можно ворваться и выйти через полгода на 5 тысяч долларов в месяц чистой прибыли на одном продукте. Дальше вперед только. Развивайте линейку. Как раз сейчас я занимаюсь подготовкой к запуску второго продукта в эту линейку и планируем выйти на 50 тысяч оборотов уже до конца года. Вот простой кейс. Кейс, который вам понятен. Ничего я экстраординарного в этом кейсе не использую. Проект по подменеджерам. Классические все схемы, которых я включаю в обучение, включены здесь в этот проект. Ничего нового здесь не добавлено. Проект развивается по классике. Результат позволило достигнуть тот факт, что с самого начала на этапе выбора товара ниша выбиралась с не сильной конкуренцией, чтобы легче и быстрее было двигаться. Плюс отмечу, товар был запущен с опозданием. В середине ноября это считается поздно. Планировался запуститься к концу октября. Я считаю, до конца октября это самое лучшее время к запуску. чтобы успеть раскачать продукт на четвертый квартал. В четвертом квартале в Америке максимальные продажи, спрос бешеный и за полтора месяца можно заработать как за полгода. Соответственно, самое лучшее время для запуска это середина конец октября, а второй период, когда лучше запускаться, это начало апреля. То есть сезонная активность начинается, товары хорошо продаются. Поэтому, честно вам скажу, вот это вот то, к чему я стремлюсь, пододвинуть вас к тому, что запускайтесь только в нужное время. Остальное время есть свои приколы. В феврале китайский Новый год, в марте максимальная активность китайцев на Амазоне, которых Амазон потом весь апрель очищает. Поэтому в апреле пока он чистит, постепенно, постепенно и быстро за счет активности покупателей, который нарастает весной, можно раскачивать продукт. Летом праздники Mother Day и Father Day помогают росту. Вот недавно был Father Day в начале июня, удвоение спроса в течение первой, недели до этого праздника. Вот как вариант. Это все нам помогает лучше. В июле Prime Day, обычно в 20-х числах Prime Day, это распродажа на Амазоне и после Prime Day затишье. То есть август месяц затишье. То есть спад, все разъезжаются по отпускам, топ-менеджмент получают отпуски, все выезжают. Сентябрь раскачка и опять вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, на этом я первую часть закончил, но тем не менее не разбегаемся сегодня о бонусах я еще буду говорить. Хочу от вас услышать, кому вообще это полезно, больше тем, кому не полезно. Если минус поставите, вы можете в принципе прекращать это слушать. Почему? Потому что дальше вам ничего интересного не услышать. Я рад, я видел края глаза, старался не отвлекаться в чате. Активность идет, спасибо Назару, который закрывает эти вопросы, я не отвлекался. Видел, что вы очень активные были сегодня, за что вам большое спасибо, потому что вы молодцы. На самом деле молодцы. Плюс я вижу много моих учеников, пришлось здесь послушать дополнительно. Ребята, честно, я искренне рад, что у меня такая поддержка от тех ребят, которых я уже отучил, которые просто на каждый мой вебинар приходят, несмотря ни на то, что вебинар больше для начинающих, все равно слушают и стараются где-то услышать, кто может чего-то упустить. Молодцы, умницы. я вам и горжусь. Почему? Потому что каждый мой выпускник, я считаю, частичку меня несет в себе. Да, я радуюсь искренне вашим успехам, каждому вашему там комментарию в фейсбук-группах и о ваших успехах и очень расстраиваюсь, если вдруг у кого-то какие-то там неприятности. Теперь я хочу, чтобы поставили пятерочку тех, кто реально хочет разбираться дальше. То есть кто хочет углублять свои знания про Амазон и принять для себя решение вообще, Амазон это для меня или не для меня. Да, вижу, активность высокая. Ребята, я расскажу вам коротко. Во-первых, многие знают, что я закончил обучение тренерские свои функции в компании Sales Hub, которая проработала год тренером и принял решение в связи с тем, что Sales Hub объявил о том, что временно не будет проводить обучение, закрыть эту потребность, потому что все начали писать мне в личку и все-таки создать свой проект, который я должен был создать еще полтора года назад, но просто некоторые события, а именно предложение Игоря Кустова вступить в команду Sales Hub остановило меня от этого. На тот момент мне казалось это очевидно правильным решением. Но тем не менее, еще полтора года назад я планировал запустить свой проект, под своим видением. Расскажу, в чем заключается это видение в целом вообще. Видение заключается мое в следующем. Основная ошибка и вообще слабое такое место других тренеров, которые так или иначе учат Amazon. им абсолютно все равно, им абсолютно все равно, вот реально все равно, что произойдет дальше после обучения. Я так не могу. Наверное, это один из моих недостатков. Я слишком переживаю за каждого успеха и очень дорожу своей репутацией. Поэтому мне не хочется вообще, чтобы на обучение приходили люди, которые думают, что это все легко и просто, это кнопка бабло, коршун расскажет и вперед. Нет. Я хочу видеть адекватных, да, учеников. И, учитывая тот опыт, негативный особенно опыт многих обучающих тренеров, я сделал решение для себя такое. Систему обучения построить следующим образом. Первое. Запустить сначала интенсивный курс. Причем из опыта одного интенсива, который я проводил прошлым летом, это был 11-часовой такой мощный интенсив, именно с этого интенсива пришли максимально успешные выпускники. Я решил улучшить интенсив, сделать его двухдневным. Почему? Я на самом деле на сегодняшний день являюсь активным слушателем многих интенсивных программ, я их люблю. Почему? Потому что за короткий промежуток времени, 2-3-4 дня, можно получить массив знаний, который позволит тебе дать ответ. я врываюсь в эту тему или нет, я буду в это вкладывать свое время, деньги или нет. Походил на много я таких мероприятий, сделал вывод, срез такой для себя, что 2 дня это наиболее полноценный временной промежуток, поэтому я переделал и дополнил интенсив прошлогодний в двухдневный, чтобы максимально дать вам полезной информации уже в интенсиве. Интенсив построен таким образом, что можно рисковать и самостоятельно двигаться дальше. Я закрою его так, что с интенсива можно будет запускаться, но со всеми там рисками, которые мы перечислили. Как это будет проходить? Ребята, которые будут участвовать в интенсиве, проходят 2 дня интенсива и получают домашнее задание. Домашнее задание будет искать товар. Я вас отпускаю после интенсива на 2 недели, причем за эти 2 недели я провожу 2 вебинара, вопросы-ответы, если вдруг у кого-то какие-то практические в процессе поиска товара не появятся. Воркшопы своего рода. И буду вас толкать быстрее, быстрее, чтобы в течение 2-х недель домашнее задание было выполнено. Потом я беру паузу неделю, проверяю ваши домашние задания с Назаром. У нас экспертиза высокая в этой области, потому что в Селсхабе мы проверяем постоянно интенсив. То, чего не делают практически никто, кто вас учит сейчас Амазон. Проверяем и на основе проверки только те, внимание, сейчас послушайте меня, только те участники интенсива, кто сдал домашнее задание и успешно пройдет анкетирование, которое будет сделано, получат возможность учиться у меня в закрытой мастер-группе 2 месяца, там, где мы учимся уже подробно каждому шоку. К сожалению, для многих в мастер-группу без интенсива попасть нельзя. Я принял для себя это волевое решение для вас же. Объясню. Я тем самым защищаю вас от потери денег, от того, что вы не вовремя или не своевременно поняли для себя, что это не для вас. Многие, окрыленные успехом интенсива, интенсива обычно это сжатый продукт, получают чувство уверенности, что тут все легко и просто и бегут запускаться. Тратят десятки тысяч долларов, зачастую, да, именно так. А потом говорят, что тренер плохое слово, давайте назовем его педик, не предупредил, что здесь все так сложно. Так вот, чтобы этого избежать, я именно построил такую систему обучения. на этапе двух проверок домашнего задания и анкеты, которую я разработал под это, я позволяю себе отсеять тех, кого заведомо может ждать неприятности на Амазоне, чтобы дальше Амазонам учились только те, которые потенциально готовы двигаться дальше. Соответственно, мне все равно, сколько будет на интенсиве хоть тысяча человек, если из них сгенерится десять, то только с этим десятью и буду работать. Я буду работать только с теми людьми, которые могут двигаться дальше. Причем, вы ничем не рискуете, стоимость интенсива будет включена в мастер-группу, то есть, она уже включена. Теперь об интенсиве. Все вы получите презентацию и можете подробно ознакомиться с модулями. Я разбиваю все данные модули. Все модули по шагам, шаг за шагом, которые нужно проанализировать. Соответственно, модули знакомства с Амазоном более подробные, как искать товары, как работать с производителями, организация доставки. Дальше, второй день, более подробно уже создание, не подгрузилась у меня страница, почему-то сейчас посмотрим, а есть подготовка к запуску продаж, подробная, старт продаж на Амазоне, масштабирование, завершающий модуль это домашнее задание, о котором я говорил. Плюс дополнительным модулем к интенсиву будет модуль регистрации на Амазоне. Почему я его сделал дополнительно? Чтобы вы не спешили регистрации, с регистрацией на Амазоне. Есть определенная тонкость и нюансы, никто из тренеров на сегодняшний день не предупреждает об этом. Регистрироваться на Амазоне стало сложнее, поэтому для вас я разработал отдельный модуль для регистрации. Существующие способы безопасной регистрации на Амазоне и опасной. Если опасной, то я подготовил мануал, как минимизировать опасность с забаненным быть на самом старте. И как выводить деньги с минимальными процентами, расскажу вам также о биржах обмена, о которых никто не рассказывает. Что совсем очень легко пионер поменять на доллары, пионер поменять на рубли, пионер можно на гривну поменять и другие валюты. То есть существуют биржи уже в каждом городе, в каждой стране. Если у вас уже существует аккаунт на Амазоне, важно убедиться, что он активен, что его не забанят за неуплату и так далее. Вам будет намного проще двигаться дальше. То есть этот модуль вы просто просмотрите, все ли вы делали правильно. Это все. Итак, что входит в участие в интенсиве? Полный доступ к двухдневному воркшопу. То есть будем работать практиками. Каждый день будет содержать блоки вопроса и ответы. Я всегда их включаю. Никакой воды. Интенсив для того интенсив. Работаем на практике, на примерах. Дальше. Проверка каждого гарантированного домашнего задания, которое вы сделаете после интенсива. Полный доступ к бонусному пакету регистрации на Амазоне. Ценность на сегодняшний день такие услуги стоят 200 долларов, помогают в регистрации. У меня же готовый мануал, который позволит вам безопаснее. Плюс все вы будете переведены и добавить в закрытую группу интенсива. И 365 дней мы будем с вами всегда доступны на связи, общаться. Но главное, вы между собой сможете общаться, поддерживать, двигать, советовать, общаться, обмениваться мнениями. И в то же самое время мы с Назаром поглядывать будем такие сложные проблемные вопросы и будем помогать вам разорвать. Стоимость интенсива на сегодняшний день 399 долларов. Но так как я обещал каждому из вас подарок на сегодня, я принял решение, так как сегодняшний вебинар продающий интенсив первый, полная стоимость для вас, всех сегодняшних ребят, минимальная. Все, кто примет решение оплачивать в течение 48 часов, гарантированно скидка 120 долларов. И цена стартовая, самая низкая по этому интенсиву 279 долларов. Через 48 часов интенсив будет стоить уже больше 300 долларов. Подарок для вас и только для вас, потому что вы верите в меня и я ценю это. То есть обычно потом продавать уже легче, потому что идет волна и все хотят, бегут, опоздавшие и так далее. Планируемая дата проведения интенсива. Ребята, я хочу, чтобы вы меня услышали. Сейчас, на сегодня, все будет зависеть от того, как мы быстро наберем группу. Потому что в интенсиве я вкладываю время и энергию. Две вероятные даты. Либо 6 июня, либо 13. Скорее 13 июля старт будет интенсива. Я стремлюсь к этой, скорее всего, дате. Поэтому отметить для себя, что, скорее всего, интенсив начнется 13 июля. Есть много моментов, которые я хочу добавить в материал и продолжаю добавлять, работаю с материалом улучшаю его. Поэтому это только вам на пользу. Вам сбросили Алиция, наш руководитель про систему обучения, сбросила вам ссылку на готовую форму оплаты, там, где вы можете оплатить. Призываю вас, так как это электронная оплата, вы в разных странах, если вдруг какие-то у вас вопросы, мы укажем вам номер телефона и почту сбросим, где вы можете написать о своей проблеме. С вами обязательно свяжутся и ваша оплата пройдет. Я призываю вас, если у кого-то сейчас есть сомнения какие-то, вы не уверены в том, что вы готовы двигаться с Амазоном, попомните меня и мое слово, стремитесь всегда зафиксировать любую ссылку, все равно оставляйте заявку. При любом раскладе у вас она уже будет забронирована. Послезавтра в вашем голове может произойти понимание, вы начнете активно сейчас смотреть и думать что-то про интенсив, про Амазон, потом смотреть информацию в мои вебинары и все-таки примите решение, в итоге попадете на лишние 30-40-50 долларов. Зачем? Поэтому, даже если вы еще ничего для себя не решили, зарегистрируйтесь, закрепите за собой эту скидку. Больше таких скидок ни для кого не будет. Для вас специально. Любые вопросы звоните, расчехлим. Если кто-то есть доступ к телу моему, пишите мне в личку, по возможности свободное время будет, отвечу каждому. На самом деле, просто вас много и мне порой иногда это сложно делать. Отнеситесь к пониманию, если я вдруг прочитал ваше сообщение и ничего не написал. Поверьте, сотнями сообщения приходят мне в личку в фейсбуке каждый день. поэтому все вперед. Теперь вопросы. Давайте поговорим о ваших вопросах. Сейчас я сначала посмотрю, какую мне ссылку сбросил Назар. Есть ли там такие серьезные какие-то вопросы, которые требуют срочного ответа. Интенсив будет длиться два дня, скорее всего по семь-восемь часов в день. Будем работать очень много. Потому что я хочу, чтобы он был максимально полезным. Не вода бла-бла-бла, как делают многие на интенсивах, лишь бы срубить денег на мастер-группе побольше. а больше интерес, чтобы у вас был четкий ответ для себя. Я иду дальше или нет? Мне так лучше, чем потом вы про меня будете негатив распространять. Поэтому лучше будет плотнее два дня интенсива, но решение будет более взвешено. Я буду спокоен, что если дальше кто-то пошел в мастер-группу, то скорее всего это уже адекватное решение взрослого человека. Далее. С какими деньгами стартовать? Вопрос самый часто задаваемый, я его сразу отвечаю. На сегодняшний день моя формула проста успешного запуска на Амазоне. Иметь до 5000 на первую партию и старт на раскачку продукта и иметь возможность 5000 где-то либо взять, либо чтобы они в резерве у вас были на вторую и третью партию, если вдруг, а такое случается часто, ваш продукт резко начинает становиться успешным. Особенно это адекватно в случае четвертого квартала, в вашем случае, потому что все, кто стартанут сейчас на Амазоне, у вас будет уникальная возможность вскочить в четвертый квартал и собрать сливки, как говорится, на этом продукте и быстрее его раскачать. За счет органического роста Амазона, который происходит стремительно в ноябре, в декабре, спрос растет в 3, в 5, в 10 раз. Поэтому вот это уникальная возможность, именно почему я предварительно подтасовал эти даты, чтобы все, кто начнут заниматься к этому моменту, стартануть в сентябре, в октябре. Тот, кто с интенсива пойдет стартовать чуть раньше, тот, кто пойдет в мастер-группу чуть позже, но в целом в сентябре, октябре. Да, интенсив ориентирован на новичков, вопрос следующий задавали, но я его накачал элементами со своего мартовского мастер-класса, чтобы сделать его максимально жестким. Вопрос по деньгам, минимум-максимум, минимум-максимум, скажу вам следующее, в Амазоне есть разный подход. Если у вас денег 3-4 тысячи долларов, то вы можете начинать постепенно, да, вот нет у меня денег, да, то есть вы можете начинать с партии 100 штучек, да, и плавненько потихонечку двигаться вверх, это затянется, да, то есть вы будете медленно-медленно расти. Есть и такие ребята. То есть на сегодняшний день Амазон предпринимателей делятся на две части. Это первая часть, это люди, которые стартуют с маленькими деньгами и постепенно очень долго растут, либо те, которые взвешиво заходят в 10-20 тысяч долларов и считают, что это минимально рисковая позиция и начинают более агрессивно заходить, а если это средняя ниша, как раз с 10-12 тысячами, можно быстро-быстро-быстро достигать позиции. Поэтому я всегда говорю, минимум, рекомендованный мною, 5 тысяч на старте, 5 тысяч в следующем месяце иметь на подхвате, если вдруг товар взлетел, а может быть уже и 2. Ну, то есть на две партии имел в виду. Маркетинг при любом запуске одинаковый, то есть надо будет фотографии, нужно будет продвигать товар, то есть на маркетинге сумма будет приблизительно одинаковая. Так, я считаю, для тех, кто прошел мартовский мой мастер-класс «Как заставить листин продавать», эта тема неинтересна. То есть интенсив и мастер-группа, которая стартует больше рассчитана на тех ребят, которые нигде не учились и хотят обучиться, Амазоны такие тоже есть, либо только начинают, стартуют на Амазоне. Так, вопрос от Амины по построению команды. Нет ли у вас страхов давать логин и пароль от селлер-аккаунта сторонним людям для настройки рекламы другой операционной деятельности? Амина, этот вопрос закрывается простейшим доступом. User Permission есть такое понятие. User Permission это доступ ваших наемных сотрудников к вашему аккаунту. Галочками выставляются к чему не имеют доступа, к чему не имеют. Тем самым вы минимизируете риски и страхи. Что касается регистрации фирмы и бренда. Бренд я рекомендую регистрировать, когда первый товар начал хорошо продаваться и хотя бы 2-3 месяца увидеть, он растет и все прекрасно. Тогда мы подаемся на регистрацию бренда. Сумма регистрации обычно от 350 до 700 долларов в зависимости кого вы возьмете исполнителя. Бренд регистрируется от полугода до года. Бюрократия такая высокая в Штатах. Но тем не менее регистрируется. В дальнейшем что касается регистрации компании забегу наперед. Два способа на сегодняшний день регистрации на Амазоне. Первый от физлица но с геморроем. То есть есть определенные требования в Амазоне тонкие, которые не каждому получается пройти предоставляя документы. Из опыта последней мастер-группы из 80 участников где-то 8 человек получили бан. То есть как видите такое 10% где-то получают бан. В результате своих же ошибок как показывает практика не даст соврать назад. Кривыми руками что-то не так сделали, неправильно поняли мой мануал, неправильно не переспросили техподдержку. В результате получили бан аккаунта без права торговать на Амазоне. Ну и это решаемо на сегодняшний день. Существует ряд компаний в наших фейсбук-сообществе, которые продают за 200-300 долларов готовые бренды не бренды, вернее аккаунты зарегистрированные в других странах на другие лица. Вам передаются просто права и все. Процедура там простая и понятная. В интенсиве я контакты этих ребят в этом дополнительном модуле тоже да. Вообще мне принцип простой. Я вам даю материалы. Если хотите делайте сами. В материале даю альтернативу. Если я не хочу этого делать сам, но разобрался, но мне это долгое напряжно, тогда вот готовое решение. Идите к этим ребятам, они вам сделают. Вот и все. Так, ребятки, предлагаю на сегодня заканчивать. Я напоминаю, что у вас есть ровно 48 часов по низкой цене. Я буду рад вас видеть на интенсиве. Ориентировочная дата 13 июля. Стартуем. Все участники, только участники интенсива получат возможность обучаться дальше. Вот и все. В мастер-группе обучение стоит 2000 долларов, но из него стоимость участия в интенсиве будет вычитаться. Вот и все. Соответственно, те 120 долларов скидки, которые вы сегодня получили, тоже будут отниматься. То есть стоимость участия в мастер-группе будет составлять 1600 долларов. Минус 399. Все честно. А то вы скажете, сегодня скидку получили, а завтра на мастер-группе у меня ее забрали. Нет. Исходим из математики. Интенсив 399, мастер-группа 1600. Будет ли спрашивать, как заставить листин продавать? Амина, я раз в год провожу этот вебинар, мастер-класс, как заставить листин продавать, ровно за год. Да, думаю, в следующем марте сделаю, тем более, как раз к этому моменту заверну наконец-то, наверное, на продажу уже один из брендов и поделюсь с вами успехами. Мастер-группа будет длиться два месяца, как я и говорил. Ребятки, спасибо вам за сегодняшнее участие. PayPal, к сожалению, у меня нет, мы не в Америке, но решение вопроса через карту физическую, если вы в Америке, можно решить. Обращайтесь на ту почту, которая у вас есть в письме и благодарю вам за ту активность, которую вы сегодня посвятили мне, выделили, нашли время. Буду рад с вами увидеться на интенсиве, ну и успехов вам всем на Амазоне, прежде всего, добра и счастья вашим семьям, ну и немножечко или множечко бабла. До скорых встреч, бегите, регистрируйтесь на интенсив, кнопку сделаю максимально большую. Успехов всем, пока! Субтитры сделал DimaTorzok